всем привет вы на канале пользы нет меня зовут сани и здесь только подробные обзоры и сегодня я расскажу вам о смартфоне под названием one plus 12r ну а точнее у меня в руках one plus из 3 это китайская версия one plus 12r что это такое это у нас классный смартфон с механическим переключателем режимов звука все как мы любим с минимальной защиты от влаги которую они толком даже не заявили но его попытался подтопить мне повезло так делать не стоит следующий момент что здесь еще веселого 1300 люксов максимальная яркость это прям вау чтобы понимали о тех же сяоми 13 т про каких-нибудь было как вы помните под 900 точно не 1300 пиковая 2000 люксов он у меня вывез прожарку два часа я в онлайне с вами его тестировал по ссылке в описании у меня отдельный канал для прожарок смартфонов у меня благо их сейчас будет много здесь snapdragon 8 gen 2 допиленный процессор 4к 60 fps на основной модуль он снимает выглядит он просто бомбически если говорить про зарядку за полчаса с копейками у вас будет сто процентов заряда да здесь нет беспроводной зарядки да здесь нет возможности запихать карту памяти но инфракрасный порт есть неплохая съемка тоже в наличии а самое приятное считают для него цена потому что все таки ван класс с его кислородом оксиджен прошивкой на глобалке либо кола с в китайской версии это прям вещь экран разумеется ltp all писемарк за 8 часов чего еще хотеть смотрим распаковка поставляется эта модель в красной коробке в минималистичном стиле что стандартно для ван класс они уже давно так пакуют пакинг обыкновенный в комплекте мы имеем хороший силиконовый чехол краткое руководство сам смартфон с наклеенной защитной пленкой адаптер для питания на 100 ватт с китайской вилкой фирменный кабель для зарядки с юсби и на тайп си и ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 наносим карты карту памяти запихать сюда нельзя русский язык на борту и к слову у меня китайская версия данного смартфона как я уже говорил в начале это 12р но без всех бэндов и с определенными проблемами о которых вы узнаете в ролике габариты смартфона 164 на 75 на 11,5 миллиметра вместе с блоком камер а вес 208 граммов и не забываем подписаться на канал с колоколом здесь много всего интересного и полезного переходим к обзору приобрести ван класс из 3 можно в розовой голубой и черной расцветки дизайн смартфона особо не меняется но несмотря на это выглядит данная модель хорошо тыльная часть выполнена из стекла рамки из авиационного алюминия а с фронтальной части экран защищен корнин горилла глаз виктус второй версии за что отдельный огромный плюс качество материалов отличная собран смартфон хорошо но зазор в блоке камер есть хоть и меньше чем и в он классе двенадцатом который у меня уже был в обзоре на канале правда не глобалка глобалка уже началась у 12 продаваться хотите куплю если хотите пишите в комментах смартфон в руке лежит удобно грани закругленные и экран водопад пользоваться одной рукой в целом удобно при том что они еще и по дорогому сканер отпечатков пальцев здесь расположили по-царски как они сами утверждают что чем выше отпечаток пальца тем дороже на корпусе расположили кнопку питания качели регулировки громкости без люфта механические переключатели режимов звука разъем юсб тайп си версии 20 что конечно вообще никак не радует как это что нет поддержки мошелл подключения далее из два микрофона и динамики с поддержкой dolby atmos звучание качественные настройках можно выбрать профиль сценария и профиль среды единственное нет эквалайзера встроенного и это плохо ну а по поводу стерео здесь конкретный перекос на нижний динамик линейный двигатель по оси x практически как всегда у смартфонов ван пласт активно приятные настраиваемый с поддержкой технологии ох аптекс и капорта в наличии а вот миниджека не завезли как и защиту от влаги и пыли летим дальше смартфон оснащен oriental x1 amoled ltpo дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2780 на 1264 пикселя закругленные края и чипсета папа один рамки у экрана минимальный соотношение экрана корпуса 94,2 процента цветовой охват сто процентов 10 p3 плотность пикселей 450 пипя и что хорошо но такая же плотность была и one plus из 2 про и многие мне уже писали что саня зачем этот если есть из 2 про а вот это не секрет вас поддержка дольше будет максимальная яркость у него 1600 нет пиковая яркость четыре с половиной тысячи нет по моим замерам на 100 процентах яркости он выдает 1300 люксов а в пике 1900 люксов иногда 2000 на стриме 2000 выдавал адаптивная регулировка яркости работает корректно ко всему есть адаптация цвета к окружающему освещению режим комфорта для глаз улучшение цвета видео улучшение резкости функция для корректного использования экрана на котором есть вода dolby vision hdr 10 плюс z real hdr vivid и другие различные функции технологии частота обновления экрана от 1 герца до 120 герц на то он и ltp у тест на частоту дискретизации касания вы видите на экране результат средненький мультитач на борту и на 10 касаний откликается он хорошо регулировка шима 2160 герц показатели шима по мне плохие видал я получше ван классов always on display в наличии разумеется полноценные настраиваемые но напоминаю что если не будет глобалки а будет китайская версия допустим и из 3 у вас будут проблемы с оповещениями кто бы что не говорил далее разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в экран распознавание лиц и стандартными способами разблокировки здесь кстати есть упрощенная схема управления ладонью там всего два действия а у риме gt5 pro который тоже относится концерна бибики а же разблокировка через ладони посмотрите обязательно на него обзор сканер отпечатков пальцев работает корректно и практически всегда быстро 9 из 10 раз он не отрабатывал завести можно до 5 отпечатков пальцев ко всему один и тот же отпечаток пальца завести нельзя датчик приближения работает без проблем под всеми углами распознавание лица срабатывает отлично даже под углом а внести биометрические данные можно только одного лица пальцев можно завести 5 при том один и тот же завести нельзя за что отдельное спасибо вам классу процессор установлен qualcomm snapdragon 8 ген 2 стих процессом 4 нанометра с 8 ядрами максимальная частота у него три целых две десятых гигагерца графический процессор на 740 система охлаждения виси площадью 9140 миллиметров квадратных интерфейс call os 14 на базе андроида 14 версии интерфейс доступен на русском языке но некоторые приложения не удаляются оперативная память lpddr5x и доступна на выбор 12 и 16 гигабайт внутренняя память ufs 4 0 на выбор 256 гигабайт 512 гигабайт и 1 терабайт напоминаю карту памяти не запихать имеется поддержка вай фай седьмой серии поддержка технологии использования 13 антенн технологии по улучшению стабильности сигнала поддержки 5g сетей что актуально не для многих но очень круто что они есть для 4g сетей 7 20 бэнд отсутствуют в 12 r они есть и агрегация частот в 12 r в он классе глобальном есть то есть если вы купите из 3 перепрощете его на 12 r на любимый кислород агрегации частот не появится другой и бэнды седьмой двадцатый не появится но третий бэнд в наличии смартфон поддерживает вилл ты его вайфай запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника начале записи что стандартно для китайских версий bluetooth версии 5.3 аудио кодеков на борту достаточно nfc поддерживается на данный момент можно установить мир пэй для оплаты nfc модулем gps с городских условиях показывает точность до 3 метров далее емкость аккумулятора 5500 миллиампер часов писемарки и из 3 выдал на максимальной герцовки максимальной яркости 8 часов 20 минут work performance он показал ультра скромные 12667 тысяч баллов смартфон поддерживает быструю зарядку до 100 ватт а вот беспроводной зарядки нет как реверсивный заряжается он от 0 до 23 процентов за 10 минут за 20 минут от 0 до 56 процентов и за 36 минут он у меня заряжался до 100 процентов иногда за 33 иногда за 37 для управления расхода зарядки используется система супер виа уси с за час просмотра видео на ютюбе у меня уходит 6 процентов заряда на максимальной яркости в играх с одновременным стримингом на твиче за час 26 процентов в час помимо этого он еще с 1300 люксов через 20 минут сбрасывает яркость до восьми сотен люксов и через час игры он сбрасывает яркость до 550 люксов при том греется тыльная часть аж до 41 градуса а фронтальная до 39 по поводу тестов в гикбенче шестом сингл кори 1567 мультикор 5096 джипе юрести 8484 3d марк он весь прошел из холодильника слинкшот на максимум слинкшот экстрим на максимум слинкшот экстрим стресс-тест с стабильностью в 99 процентов wildlife стресс-тест 86,8 процента стабильность и solar bay стресс-тест 92,7 процента стабильность остальные данные вы видите на экране при том я хочу отметить что стресс-тест в antutu смартфон без холодильника проходить отказался даже без чехла но на 45 минут 30-минутный тест он все-таки прошел то есть 45 минут он перегревался на 41 минуте говорил друг я его пройти не могу хотя вроде бы процессор уже допилен и по допилен и под него переходим к камерам основной блок камер с тыльной части состоит из трех сенсоров или от вспышки основной сенсор sony amx 890 на 50 мегапикселей с апертурой 18 автофокусировка и оптической стабилизацией и максимальным разрешением для видеозаписи 4к 60 fps сверх ширик на 8 мегапикселей с углом обзоров 112 градусов и микро сенсор на 2 мегапикселя оптического зума нет но есть 20-кратный цифровой зум фронтальный сенсор с 5к 3p 9 на 16 мегапикселей особое спасибо им за то что они фронталку дырочку маленькую сделали в отличие от некоторых рил не находится он по центру верхней части экрана максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps отмечу что камеры такие же как и waste 2 pro короткие примеры вы сейчас увидите так максимальное разрешение для съемки видео у этого смартфона 4к 60 fps вот так вот чехол почти под цвет рубашки и вот так вы сможете себя снимать в лифте 4к 60 fps футблогинг не остановить посмотрите обязательно на 030 обзор у меня тоже есть под съем этого чуда и там понятно где и за что вы платите деньги когда получаете покупайте не 3s футблогинг просто не остановить ультраширик 1080p 30 fps посмотрите по возможности на infinix zero обзор там тоже был ультраширик я не скажу что этот великолепный ван класс он сильно выигрывает тоже шумы но там вообще какой-то мракобесие было правда ладно и дымка реально здесь есть какая-то дымка основной модуль 4к 60 fps еще в 4 к 30 fps поснимаю съемка с двух рук даже без движения ночью по идее все должно волшебно отрабатывать но идей как говорится бывают разные можно до коня даже дайте кстати давайте дойдем потому что обычно смартфоны которые справляются нужно тестировать вот в этих условиях обстановки при том я буду видеть одно как допустим когда я снимаю на iphone я вижу всегда что он снимает лучше всем ноги когда я скидываю на ком и вы видите потом это дело в обзорах получается у него пересвет и он вообще ничего не передает у того же коня сравнение вот такая вот магия электронов а когда ты снимаешь тебе кажется что вау потому что на картинке ты видишь что-то волшебное но еще 4к 30 fps тех же условиях он должен работать получше чуть-чуть но у меня нет ощущения что лучше работаю честно 1080p 30 fps фронталка и это из 3 от ван класса и к слову это лучшее качество 1080p 30 fps фронталки и 4к 60 fps основной может разумеется на ультра ширик не перейти потому что на 4к 60 с не поддерживает это ван класс из 3 единственное больше всего мне нравится что правильно механический переключатель режимов звука вот так сможете себя снимать в лифте много примеров кого можете сравнивать с другими смартфонами 4к 60 fps мафия и вот так при пониженном освещении вы сможете снимать 4к 60 fps тонны косметики просто всякое разное наш мужской почти все отбеливает маски маски это еще не конец что там она еще вот так классическим образом варим кофе о идеально в этот раз две минуты на девятки и вот так вы сможете снимать на из 3 это дело закипают у вас и стараюсь сделать это на всех смартфонов как мне пишут вот вообще не интересно одинаково зато зато 50 одинаковых сценариев вы видите плюс-минус все 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 смартфоны которые выпускаются ну исключая да я даже sony купил прикиньте а даже sony купил ну разумеется google какой-нибудь раскладушку не буду покупать и ван классов он я может быть если только куплю то только бушный потому что 180 тысяч для обзора это слишком а потеря идет вот здесь допустим у меня бушный продается по 90 тысяч сразу в два раза ультра серик только 1080p 30 fps сразу вспоминаем айку на о 9 про которого ультра ширик был 4к 60 fps еще и с автофокусом это дело у нас без и основной модуль 4к 60 fps рыбный рынок и вот так я буду покупать креветки чтобы их жарить здесь же вечерний рыбный рынок можете ставить на паузу как раз рассмотрим что нибудь может быть такого конечно в роликах было много но не при вечернем освещении все это дело нужно готовить прямо здесь и этих типов тоже и этих народ ушел и убираем от экрана вот так готовят креветок если заказывать 4к 60 fps вот какое должно быть пространство притом это как бы получается не крутой город просто такая вот детская площадка баскетбольная площадка набережная ротом он тренируется танцевать x10 максимум бегают собачки но нас интересует как у нас вон пласт снимает и пока я не скажу что он особо блещет да но и не не так уж и плохо оценивать вам как говорится всегда хорошим или нет вот и ради интереса автоматически включен бьюти режим фронталка и как я понимаю отрабатывает он не только на скинтон но изменение формы носа и всего остального смотрите магия вот сейчас отключена ретушь видите сколько десятилетий разницы вот сейчас ну хотя опять же все равно фронталка по мне даже с отключенным режимом чуть-чуть то улучшаем роллинг шаттер 1080p 30 fps 4к 60 fps к слову сейчас вы видите самые грамотные развод и я не думаю что только в азии когда кладут рыбу красную на морковку и тебе кажется что ты приобретаешь много красной рыбы по факту и очень мало 4к 60 fps предметная съемка в помещении с очень плохим освещением лифт в движении и маленький объект как многие жалуются что нормально не поснимаешь те же подсъемы для каких предметов многие торгуют на том же вб озоне мегамаркете яндекс маркете алиэкспрессе еще много каких площадках вот так вы сможете подснимать даже с ужасным освещением ну шумов конечно море но все равно неплохо помню опять же надо будет смотреть на компьютере пока кажется все хорошо 4к 60 fps предметная съемка сразу после кстати 3d марка где-то через минуту и по видео мне кажется что подтормаживает смарта надо было ему подольше дать отдохнуть вот так примерно сможете снимать по автофокусу по всему остальному оценивайте сами и наша любимая фронталка 1080p 30 fps насколько хорошо решать вам но то что она красит даже с включенным бьюти режимом это прям гуляр процентов может быть это как раз и за скромного разрешения сглаживаю мало деталей минусы возможность блокировки за пределами китая с чем я и так столкнулся несмотря на то что мне писали что он заблокирован но об этом в конце нет миниджека нет возможности расширить внутреннюю память вставив micro sd нет защиты от влаги официальной нет бэндов показатели шима не радует нет беспроводной зарядки и к минусам также отнесу цену цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео и все относительно я проценту сказал для 12r 12r стоит космос из 3 стоит адекватно опять же по моему мнению я считаю что он своих денег стоит не забудьте кстати подписаться на телеграм-канал скидок сейчас там распродажа вы видите сколько там всякие редми кипока стоит тот же пока x6 pro за 24000 которые продают это просто цвет блеск красота к слову я его купил в желтом цвете спасибо мне все пока купил можете в телегу скидок зайти увидеть фотографии уже их будем кстати прожаривать на канале для прожарок смартфонов обязательно не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании там много всего полезного ну и смотрите как бы я хотел резюмировать ван класс 12r это очень дорого для глобального рынка их ценники просто запредельно ван класс из 3 который у меня вот сейчас в руках он на данный момент заблокирован для звонков и до продавец сейчас мне пошлет код в ближайшие два дня как он написал я в нем уверен иначе ему придется вернуть мне деньги все-таки это алиэкспресс но с другой стороны факт остается фактом realme gt5 pro мне прислали он разблокированный не заблокировался под звонки хотя мог бы этот прислали разблокированный но он заблокировался под звонки и как я говорил у realme покупайте китайскую версию сразу получаете гипотетические проблемы и проблемы для перепродажи как вы понимаете по ощущениям чуть-чуть ложных нажатий у меня при игре было особенно в конце когда через час он перегрел по съемке видал я и получше смартфоны по съемке и опа и nubia по цене видала и подешевле допустим вот он пока x6 про со всеми бэндами сейчас на распродаже 24000 на него еще обзор не делал я как и вы его покупал но они по сути его не до продали поэтому сейчас продает дешевле конечно какой-нибудь там лидерство по бесполезности держит sony которая тоже купил для того чтобы сделать обзор и протестировать на его купил камере у меня напоминаю sony fx3 к чему этот смартфон к фанатам то есть если вы фанат one класса если вы знаете что такое его оболочка если она вам комфортно она нереально плавная приятная очуменная вибро просто вау то welcome пишите продавцу заранее заказывайте получаете за очень приятные деньги я все равно считаю что стоит он более чем адекватно на стенд dragon 8 ген 2 учитывая что они предлагают в купе с экраном легкую проблему относительно того если вы с этим уже сталкивались если вы не сталкивались и смотрите этот обзор исключительно для того чтобы решить покупать ли вам one class 12 r я вам скажу нет one класс 12 r за те деньги за которые хотят one классов c это перебор это реально перебор и там не беспроводной зарядки нет неофициальной защиты от влаги нет плюс он также перегревается по-любому ну да у вас будут все бэнды и все оценит будет как у флагман очень большого количества флагманов которые можно купить на олежке или еще где-то со всеми бэндами со всей агрегацией и потом радоваться жизни тем кто знает что покупает вот этому девайсу однозначное да подписывайтесь на канал с колоколом надеюсь я смогу его разблокировать и продать добра и удачи вам дорогие друзья